Милость, милость Господа над нами, милость, на народ Твой Израиль, милость, и на весе рушала им милость, милость. Как было заявлено, будет три части, и мы рассмотрим три темы. Первая тема – это антисемитизм, библейский взгляд на происхождение. Второй блок будет антисемитизм в истории церкви, динамика в развитии. И третий блок будет духовная война и жизнь в победе. И на мою часть выпало поделиться с вами библейским взглядом на происхождение антисемитизма. Но прежде чем мы с вами это сделаем, давайте узнаем происхождение самого понятия антисемитизм. И понятие семитизм вообще, семитская культура или антисемитизм, как мы его с вами слышим, ввел в лексику, или правильнее сказать, ввел даже в политическую лексику. Немецкий писатель и публицист, человек такой с очень крайними такими взглядами, очень-очень, эти взгляды можно назвать реакционные. Это Вильгельм Марр, человек, который жил в 19 веке, и он изменил понятие «юденхос» или «юдофобия», что значила там ненависть к евреям, в такой вот термин «антисемитизм». Но смотря вообще на этот термин или на это понятие, мы можем видеть, что это ошибочное понятие в отношении еврейского народа, потому что, почему ошибочное? Потому что, в принципе, к семитской группе народов относятся не одни евреи. Мы знаем, что на семитском языке говорили еще часть, ряд арабских народностей, но вот этот вот Марр в феврале 1879 года, он издал такой памфлет «Победа иудаистики над герминевтикой» и выпустил его вот в одном из берлинских изданий, где он вот этот термин заявил об этом термине. Я скажу, что в современном мире для нас понятие «антисемитизм», оно связано, конечно, непосредственно с еврейским народом. И вы знаете, после того, как этот человек сделал это заявление, то это понятие как бы очень быстро распространилось, и оно перекинулось вначале на Восточную Европу, потом Францию. В общем, оно по Европе очень быстро так разошлось. Что же такое антисемитизм вообще? Ну, что можно сказать? Прежде всего, это идеология. Это не просто какое-то действие. Это идеология, которая подразумевает тотальную враждебность к любому представителю еврейства. Причем, эта враждебность не относится только к какой-то там религиозной составляющей, к людям, которые верят в Бога. Нет. Оно относится вообще. Вообще, враждебность к еврейству независимо от религиозных взглядов, политических взглядов или каких-то еще других взглядов. Суть и принцип этой теории, он в принципе состоит в ликвидации еврейского народа как такового. И при этом не дается шанса на переход в другую веру, или же дать возможность евреям приспособиться к образу жизни той страны, там, где они обитают. Нет. Это попытка как бы такого окончательного решения еврейского вопроса, такого кардинального. И мы с вами из истории видим, как это происходило и к чему это все приводит. Вот, да, погромы, холокост, история нам прекрасно это показала. И интересно то, что это понятие вот в 18-19 веке, оно так стремительно распространилось. И оно распространилось даже, можно сказать, среди непростого населения вначале, а среди умов того времени. И я вам прочитаю имена некоторых из них. Это вот Вольтер, известные личности, Фурие, Кант, Фихте, Гегель, Прудон, Фейербах, Дюринг. И даже еврей Карл Маркс тоже выступал против евреев. Скажу, что некоторые пошли еще дальше. И вот немецкий теолог, казалось бы, теолог, да, Пауль Лагард утверждал следующее. Существующая христианская религия обречена на смерть из-за еврейских элементов, которые она абсорбировала, и поэтому от нее надо отказаться и создать новую национальную германскую религию. Видите, все, это был фундамент такого христианского национализма для того, чтобы создать что-то свое, особенное, потому что христианство находится под угрозой еврейства, которое она принимала якобы в себя. И поэтому, друзья, говоря об антисемитизме, вы должны понимать, что речь идет о том, что само физическое присутствие евреев в этом мире угрожает существованию этого мира. Но если мы смотрим на библейский взгляд происхождения, давайте мы посмотрим, с чего же все началось и против кого на самом деле направлен антисемитизм. Для этого мы будем использовать священное писание. У нас же библейский взгляд, поэтому надо смотреть в Библию. Начало все. Первая книга священного писания Брешит или Бытие. Третья глава, 14-15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». И что мы с вами знаем, друзья? В Эдемском саду Сатан что сделал? Он обманул человечество, человека или человечество в лице Адама, поставил под сомнение слова Бога. И мы видим, что на тот период времени в реальности еще не было ни евреев, ни евреев. Был человек. Человек, созданный по образу и подобию Божьим. И по сути, цель дьявола, который обманывал Адама и Еву, было выступление против человека, как творение Божьего, которое несет в себе образ Божий. Но на тот период, когда происходили эти события в Эдемском саду, уже был Божий замысел спасения. И Агнец Божий Иешуа, предназначенный жертвой за грех, уже тоже был. Потому что он был всегда. От сотворения мира. И в прочитанном тексте мы видим, в принципе, пророческое слово о Мессии. Бог, говоря наказание, ну, раскрывая наказание вследствие грехопадения, он дает такое пророческое слово о Мессии и показывает суть духовной войны, которая в дальнейшем будет происходить. И, в принципе, эта война является началом антисемитизма. И если мы посмотрим в текст этот, то мы можем понимать, что семя жены – это обещание о приходе Машеха. И что мы с вами видим? Что сатан, в принципе, он после грехопадения Адама и Хавы, он знал, что Бог даст миру того, кто поразит его и принесет избавление от греха и смерти. Знал это, потому что ему об этом сказал Бог. Интересно то, что, но это должно было пройти в перспективе, Ишуа же пришел через время определенное. Но интересно то, что семя вот это вот, семя жены, оно существовало во все времена, еще до прихода Машеха, во всех поколениях. И этим семенем, в принципе, являлись люди, которые по Божьему предизбранию, они были носителями знания о Боге. После прихода Мессии мы знаем, что этим семенем являемся мы с вами. Да или нет? Амэн. Мы с вами являемся носителем этого семени. И по факту дьявол, он выступает против Божьего народа, которым после вступления в силу Нового Завета Бритхадаша являются евреи и неевреи, верующие в еврейского Мессию. Но пока Божий план, он находится в процессе своего развития, дьявол выступает против всего еврейского народа, без которого не может быть Божьего народа. Божий народ, он немыслим без еврейского народа. И я сейчас вам прочитаю текст Нового Завета, который об этом как раз явно показывает. Это Ефесянам 2 глава. 11-16 стих. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Мессии, отчуждены от общества Израилева, чуждые заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире, а теперь в Ешоа Мессии вы, бывшие, некогда далеко стали близки кровью Мессии. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учения, дабы из двух создать в себе в себе самом одного нового человека, устрояя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И тут ключевой стих, дабы из двух создать в себе одном нового человека. Вот этот новый человек подразумевает две составляющие. Не может быть нового человека, если одну из этих составляющих убрать. Его просто не может быть как такового. Потому что Писание говорит, что Божий замысел был из двух соделать одно. И, друзья, что мы можем видеть? Что этот новый человек, который должен нести образ Мессии, Мессии, он имеет еврейскую и нееврейскую часть. Я имею в виду часть как народа. Еврейский народ и нееврейский народ. Но почему дьявол выступает вообще против всех евреев, даже светских и даже против атеистов? Да? Почему так происходит? Почему из всех национальностей ему ненавистна более всего эта народность? И Писание открывает нам ответы на эти вопросы. Ну, во-первых, что можно сказать? Что план спасения связан напрямую с еврейским народом. Вначале этот народ, он нес народам познание о истинном Боге. Я говорю до прихода еще о Мессии. Он нес познание народам о истинном Боге. Сейчас же после прихода Мессии и в принципе его отвержением, тут я подразумеваю, что не все есть остаток, который не отверт, но говорю в целом о народе. И его отвержением еврейским народам, народы другие, то есть мы с вами, мы должны возбудить ревность у евреев. И в послании римлянам в 11 главе, в 11 стихе написано. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Павел говорит, никак, никак, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Это уже есть Божий план. В Божьем плане прописано все это. И в Божьем плане участвуют два народа. Нельзя, если кого-то убрать, не будет работать. Божий план спасения всегда связан с еврейским народом. Во-вторых, друзья, суд над народами, который с Всевышним будет в конце времен, он также связан с Израилем. Прочитаю вам текст. Матвея 25 глава 31-33 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». И я скажу вам, друзья, что даже христианские комментаторы, не мессианские, а христианские комментаторы, комментируя этот текст, многие утверждают, что он связан с событиями последнее времени, когда многие народы восстанут на Мессию и на Его народ. И когда Машеях произведет победу над противниками Израиля, как над врагами Бога. И именно тогда, в тот период, будет отделение овец от козлов на основании от отношения народов к Израилю. Потому что Израиль, он был, есть и остается, и будет всегда избранным Божьим народом. Все Писание множество дает текстов, которые говорят об этом, что Бог, он никогда не отречется от своего народа. Потому что одним из его качеств является верность и подлинность. И на правах рекламы, скажу, друзья, что следующий семинар, он будет как раз называться «Бог, в которого мы верим», где мы будем рассматривать характер Бога. Но это на правах рекламы забегая немножечко вперед. И, опять-таки, возвращаясь к нашей теме, все это показывает, что судьба всего человечества, она неразрывно связана с еврейским народом. Поэтому дьявол, он выступает в лице еврейского народа не просто против народа, он выступает против всего человечества. потому что судьба человечества, она связана с еврейским народом. Судьба человечества, она связана с Божьим планом. Человечество существует и идет по пути своего развития, потому что есть Божий план. Бог сотворил нас для взаимоотношений, для того, чтобы мы имели отношение с Ним, но мы знаем историю, что происходило, что это было нарушено, но все вернется к тому, чтобы человек имел отношение. И это все идет по Божьему плану. Теперь давайте рассмотрим некоторые моменты из Писания, вот как Бог призывает Авраама и как, в принципе, происходило формирование еврейского народа. Брешит, 12 глава, 1 стих. И сказал Бог Аврааму, уходи из страны твоей, с родины твоей, от семьи отца твоего в страну, которую я укажу тебе, и сделаю тебя великим народом, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и ты сам будешь благословением, и благословлю благословляющих тебя, а злословящих тебя прокляну, и тобой благословятся все племена на земле. Видите, то, что мы говорили, тобой благословятся. Все народы могут благословиться только через еврейский народ. Бог производил от Авраама великий народ, еврейский народ, через который должны были благословиться все племена на земле. И, итак, что мы видим, друзья? Мы видим, что Бог обещает Аврааму произвести особенный народ, опять же, повторюсь, который станет благословением для всех народов. Этот народ, он будет особо отмечен Богом, и это, в принципе, выразится в его благословении, в его защите, но важно тут уточнить, что это будет происходить при определенном поведении этого народа. Народ должен себя будет еще соответственно вести. очень важным моментом является то, что благословляющие евреев благословятся Богом. Важный момент, к чему мы, как мессианская община, призваны благословлять, молиться за Израиль, потому что благословляя, мы будем наследовать это благословение. Но важна и вторая сторона медали, что проклят, те, кто будут проклинать народ, они будут прокляты, причем прокляты будут непосредственно Богом. Еще один текст Исаия фонит, или мне кажется? Нормально, еще один текст Исаия, 43 глава, 21 стих. Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою. И избранность еврейского народа, это не просто избранность. Так, избранность ради избранности. Это избрание для совершения специального Божьего поручения. И если так посмотреть, то очень часто мы можем думать, что это какая-то привилегия. Я вам скажу, что в большей степени это ответственность. На народе в большей степени ответственность. И если мы понимаем, как еврейская мессианская община эту ответственность, то мы будем тоже нести ответственность, чтобы помочь евреям эту ответственность исполнить. Это наша миссия и это наша часть. Не просто быть сторонними такими соглядатаями, ну да, мы соглашаемся. Нет, это неправильно. Если мы понимаем Божий замысел, то мы должны помочь евреям свою ответственность исполнить. И мы должны с вами понимать, что поводом к избранию израильского народа не было какая-то там заслуга Израиля, того, что он был какой-то особенный. Нет, поводом к его избранию это была непосредственно любовь Бога. и я не буду вам читать текст, но скажу, что в Танахе мы читаем во второзаконии в седьмой главе, что Бог говорит, я не избрал вас, потому что вы такие, такие, многочисленные. Нет, Он говорит, избрал вас не поэтому, а потому что вас любит Господь. Вот поэтому Бог избрал израильский народ. Теперь давайте рассмотрим, смотрю, что у нас не так много времени, рассмотрим Божьи цели в создании Израиля. Во-первых, еврейский народ был призван, чтобы иметь отношения с Богом, научиться этим отношениям и своим примером показать миру эти взаимоотношения и научить мир этим взаимоотношениям с живым Богом. Вторая часть это стать примером того, как истинный Бог исполняет свои обещания и в принципе не только обещания, но еще и предупреждения. Показать, что Бог является истинным. Следующий момент, он был стать первым по-настоящему народом, имеющим нравственность Бога, не просто нравственность. мы знаем, есть такие светские глубоко нравственные законы, но Израиль был призван показать нравственность Божью. Следующий момент, показать духовную семью, которая была бы образцом для верующих из всех народов. И важная часть тоже, Израиль должен был принять слово от Бога и затем его сохранить, это слово, передаваясь поколение в поколение. И с этой частью они справились просто идеально. Мы знаем, что погрешимость писания текстов, которые находят, самые крайние тексты, которые найдены, всего лишь 2%. Причем это не связано с богословием, это связано с какими-то орфографическими ошибками. Всего лишь 2%, это очень маленький процент. Это говорит о том, что народ эту миссию исполнил. Хорошо. Ну и естественно, друзья, дать миру Машеха, который как раз должен был исполнить обетование, поразить сатану и принести победу человечеству. И как мы видим, что каждая уже вот если взять отдельно одну из этих целей, она уже очень важная. И это уже есть повод для того, чтобы дьявол ненавидел Божий народ. И я скажу, что поэтому с самого начала создания еврейского народа сатан, противник, враг, он пытался противостоять ему и настроить окружающих людей, окружающие народы против него. И в принципе мы не сможем понять антисемитизма, если не разберемся в его истоках. И как мы с вами видим, то это истоки не являются социальными, не являются психологическими, экономическими, политическими, они духовны. Истоки антисемитизма духовны. По сути антисемитизм это духовное явление или и движение, не или, а и духовное явление и движение, которое имеет своим тайным основным мотивом остановить Божий план. Это выступление против самого Бога. И уничтожение евреев это средство достижения дьяволом своих целей. Вы наверное слышали такое высказывание автора антисемитизма дьявол. Слышали? Да? Но тут надо понимать в чем состоит его авторство. Как мы с вами знаем, я думаю, что дьявол он не способен к творению. Дьявол не творит ничего. Он не может. Это не его сущность. Что он делает? Метод его действия это извращение уже существующего сотворенного Богом. Его имя лжец, его имя обманщик. И в вопросе антисемитизма в принципе он не изобрел ничего нового. Все что он сумел сделать это извратить слова сказанные Богом. И если мы попытаемся просветить развитие антисемитизма на страницах Писания, то увидим, что его развитие движется параллельно развитию Божьего плана искупления человечества. Мы просмотрим некоторые моменты в истории антисемитизма и с первым явным или правильнее сказать даже таким массовым проявлением антисемитского настроения мы встречаемся на страницах книги Шмот или Исход. Вы помните фараон он был орудием в руках дьявола для уничтожения еврейского народа. Чтобы остановить развитие этого народа, который хотел только выйти из Египта, чтобы в определенный период истории войти в отношение с Богом, в отношение Синайского завета, то дьявол захотел это остановить действие, избрав фараона, который должен был убить всех младенцев мужского пола. Впоследствии это бы привело к гибели всего народа, если бы Бог не вмешался. Бог не дал этого сделать. Мы читаем исход 1 глава 15 стих. Царь Египетский повелел повивальным бабкам евреанок из коих одно имя шифра, а другой фоа, и сказал, когда вы будете повивать у евреанок, то наблюдайте при родах, если будет сын, то умиршляйте его, а если дочь, то пусть живет. Что мы видим? Бог обещает Аврааму размножить народ, как песок морской, дьявол же, используя страхи определенного человека, то есть фараона, он захотел помешать этому исполнению этого плана, как я сказал, убив мужское население еврейского народа. Следующее проявление антисемитизма. Буду кратко, потому что смотрю, времени у нас немного. История пророка Валаама и моавицкого царя Валака, который опять-таки хотел что сделать? Мы понимаем, что он хотел остановить исполнение Божьего плана. Число 22, 10. Итак, приди, это слова Валака, итак, приди, проклини мне народ сей, ибо он сильнее меня может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословенный, кого ты проклянешь, тот проклят. Смысл, опять-таки, выступления против Израиля помешать исполнению Божьего плана. Но уже более явным таким и более агрессивным типом антисемитизма мы можем видеть в Писании историю Пурима. Скоро мы этот праздник будем праздновать. Я думаю, что мы с вами хорошо знаем эту историю. Аман фаворит персидского царя Хашвироша, империя которого была достаточно большая, простиралась от Эфиопии до Индии, уязвленный как бы недостатком уважения со стороны Мардыхая. Что он делает? Он решает уничтожить весь еврейский народ. Причем всех поголовно и в один день. И если я не буду об этой истории говорить, но если мы рассмотрим эту историю, то мы можем увидеть ключевые признаки антисемитизма. Это явление, я говорю об антисемитизме, без сомнения, имеет три основные характеристики. Первая характеристика, оно алогично, то есть в нем нет логики. Зачем истреблять народ, который способствует в принципе укреплению экономики. В ситуации с фараоном рабы трудятся на твое благо, как бы, ну с фараоном понятно, там немножко другой момент. Ситуация в Вавилон возьмем. Когда мы знаем переселение израильского народа в Вавилон, история показывает, что, извините, всю финансовую банковскую систему в Вавилонии создал еврейский народ. Они очень сильно влияли на экономику. И везде, потому что Бог благословляет свой народ, везде мы знаем, что евреи, где евреи, там гроши есть. Поэтому, как бы, но нет логики. И в империи этого тоже нет логики. Зачем, как говорится, убивать курочку, которая нанесет золотые яйца. А логичность. Второе, оно обращено против всей еврейской расы в целом. Цель гонения это евреи и только евреи. И третье, это оно не подразумевает никакой альтернативы, позволяющей избежать смерти. Как я говорил, надо полное тотальное истребление. Это замысел дьявола. Полное тотальное истребление. И мы видим, как я живу на страницах писания и на страницах истории, как бы дьявол пытался делать попытки в эту сторону. И, как мы знаем, и вот еврейские комментаторы тоже утверждают, что Аман является прямым пророком Амалика. А? Потомком. А я сказал пророком? Простите, потомком. Потомком Амалика. И утверждают, что корень антисемитизма находится именно в нем. Что мы видим в Священном Писании? Как сила враждебная Израилю, Амалик, он появляется вскоре после исхода народа из Египта. Исход 17.8. И пришли Амаликитяне и воевали израильтянами в Рефидиме. Интересно то, что они без объяснимых причин нападают на Израиль, но получив достойный отпор исчезают и в принципе более как действующие персонажи в Пятикнижии не упоминаются. Я имею ввиду как действующие персонажи. О них говорится, как это происходило, но больше о них какого-то развития нет. Вот это единственное о них заявление. Почему же тогда Всевышний приказывает сереть память об Амалике из Поднебесной? Потому что мы в принципе видим, что многие народы фигурируют как такие длительные враги Израиля. О них много говорится в Писании, а о Амалике говорится всего лишь один текст в принципе. Я вам прочитаю второзаконие 25 17 19 Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты встал и утомился и не побоялся он Бога. И так, когда Господь Бог твой успокоит тебя от врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог дает тебе в удел, чтобы овладеть ею и сгладь память Амалика из Поднебесной. И говорит, не забудь. И из текста видно, что у Амалика не было причин нападать на Израиль, причин, по которым обычно воюют с народами. И войну на тот период начинали в принципе по одной из пяти причин. И я вам сейчас эти пять причин расскажу. Первая причина это стремиться завоевать другую страну, чтобы расширить свои владения. Мы видим, Амалик встретил Израиля в пути. У него еще не было никакого своего владения. Вторая причина. Вражеское войско приблизилось к границам и может напасть на страну. Однако все происходило, когда народ только вышел из Египта. И мы знаем с вами, что у него не было цели Амалик. Его цель был Ханаан, совсем другое. Но они только вышли из Египта. Третье. Если расприя народов тянется долгое время и в ходе нее, тогда вот происходит война. Амалик засал Израиля в пути. Между ним и Израилем не было повода к войне, не было какой-то долгой у них ссоры или военных каких-то там притязаний. Четвертое. Когда ведут войну, чтобы продемонстрировать свою силу и мужество. Но в этом случае тогда встречаются лицом к лицу. А мы видим в этой истории, что Амалик подло напал сзади на раненых и на отставших, ослабевших. И пятое. Если идет война из религиозных убеждений и тогда, когда выступают на войну, люди думают, что они обретут какое-то благоволение от своего Бога, уничтожив его, ну, типа, уничтожив народ, не верящий в своего Бога. Но опять-таки мы не видим таких мотивов Амалика. Они просто без видимых причин напали на израильский народ. Это показывает, что в антисемитизме просматриваются сугубо духовные мотивы. Дьявол действует вопреки всем законам логики, потому что его цели, опять-таки, повторюсь, духовные. Он противится Богу и его плану, в котором Израиль, как мы с вами знаем, играет ключевую роль и который не может быть исполнен без еврейского народа. Его ключевой целью, я имею ввиду дьявола является человек, который сотворен по образу и подобию Богу, как мы говорили вначале, потому что человек, план спасения человека, он может быть только вместе с еврейским народом. Поэтому, выступая против еврейского народа, дьявол выступает против всего человечества. Это его план и это его ключевой замысел. милость, милость, господа над нами, милость, на народ твой Израиль, милость, и на весь рушала им милость, милость, милость.